Всем привет! Продолжаем шить по выкройке Татьяны Пылевой. У меня такая выкройка штанишек с лампасом и с кокеткой. Вот он кройный. Я уже их раскроила. Вот такой вот лампас посередине и по краям вот эти вот передняя и задняя половинка. Я хочу поставить кружево сзади вот на эту часть. Вот таким вот образом. И поэтому сборка штанок будет немножко иная. Сначала соединяем вот эту часть и вот эту. Вот эти две части соединяем оверлоком. Вот так. Отутюжила. Все. Теперь я кружево также отрезала как мы делали это на свитшоте. Отрезала кромку, находим серединку кружева и соединяем со шпон. Центральным швом. И выкладываем аккуратненько, не растягивая ни кружева, ни саму ткань. Главное прикалку. Вот эту часть надо свести на нет. Вот таким образом, чтобы она у нас уходила от кружева. И с другой стороны делаем точно так же. И теперь нужно нам вот так вот сложить, чтобы проконтролировать. У нас должно точно совпадать. в одном месте оно должно как бы уходить, это кружево. Вот так уравнять и сколоть, чтобы все было симметрично. Прикалываем еще. И еще раз проверяем. Все совпадает, но можно срезать. Вот это излишки кружева. Можно срезать. Теперь нам нужно вот это все соединить. Соединяем, скалываем швы. Здесь у нас есть отметочки. Их между собой нужно соединить, сколоть. Чтобы не было перекоса. Уравниваем все. Здесь по кругу тоже аккуратно все это укладываем. Все равномерно. И скалываем. Так же делаем с этой стороны. Уравниваем краешки, уравниваем меточки. Вот она метная. И скалываем здесь. Все соединяем. Смотрите, я отутюжила и отстрочила вот около круга. Кружева сделала отстрочку, чтобы она не оттопыривалась. Берем теперь передние части. И их нужно вот так вот вложить, приколоть каждую. Тоже совмещаем наши меточки. Там они есть. Самое главное аккуратно выложить вот этот вот полукруг, чтобы не растянуть ничего. Серединочку доходим. И лучше так, чтобы серединка была сначала сколота. Все. А, вот тут еще. Вот это будем стачивать. Сейчас вторую также приколю. Вот я стачала, а тут утюжила. Вот такая получилась у нас единая штанина. И осталось нам всего лишь вот это вот место. Здесь нужно обязательно уравнять края, чтобы они идеально совпали. Не края, а швы. Чтобы вот этот вот шов, он будет спереди, чтобы он был очень аккуратненько. Поэтому, смотрите, чтобы все было аккуратно здесь. Вот так я соединила. Шов у меня совпал. И соединяем вот этот шов шаговый. Совмещаем шовчики наши. Скалываем. Здесь у нас тоже есть меточки. Их нужно соединить. С другой стороны тоже так же. Все. Соединяем теперь навилаки. Вот наши штанишки почти готовы. Осталось нам пришить пояс. Пояс я, когда стачивала, оставила там отверстие для того, чтобы вставлять резинку. Не отверстие, а чтобы оно не зашито. В общем-то у меня. Так, все. Сворачиваем его пополам. Прикалываем той стороной, где у нас нет отверстия. К спинке прикололи. К задней части. Сверху у нас дырочка. Не перепутайте. Прикололи. И теперь равномерно. Прикололи. Вкладываем. Растягиваем его. Прикололи с этой стороны. Спереди. И так же делаем теперь по бокам. Тоже растягиваем равномерно. Прикололи. И с этой стороны. Прикололи. Прикололи. И с этой стороны. Все. Будем соединять на верноке. Таким же образом делаем манжеты. Складываем их пополам. Вкладываем штанинку и прикалываем их. Будем соединять и второе. Все. Штанишки готовы. Я вставила резинку. И сейчас пойду утюжить. Ну все. Готов наш костюм. Штаны и свитшот я отутюжила. Вот так получилось у меня. С кружевом это довольно интересно. Вот такой костюм получился.